Цитирую Михаила Задорнова. У Брюса Уиллиса особняк в Эверли-Хиллз на 10 миллионов долларов дешевле, чем особняк Галкина в деревне Грязь. Почему? Да потому что особняк Брюса на 10 тысяч километров дальше от МКАДа. От МКАДа, то есть от Москвы. Да. Вы бывали в новом особняке? Нет. Не был, пока Максим меня не зовет. Видимо, этот никогда процесс не закончится у него. Но, знаете, вот в Риге иногда мы разговариваем по душам. Вот ходим по берегу моря или там. Тем более, что души есть. Кстати, да. Замечания верны. Между соснами ходим. И вот он мне рассказывает о строительстве. Мне очень нравится то, что он рассказывает. Может быть, это не мое совершенно. Вот я бы этим не занимался, потому что уже времени в жизни вообще на такой нет. Хибарку построил, живи, пиши. А Максим другой человек. И ему... Он очень творческий. И у меня такое подозрение, что существуя в жанре, в котором он сейчас работает, ему не хватает самовыражения. Когда он рассказывает о том, что он делает замки, у него глаза горят. Он рисует замок, строит его на земле, как бы рисует на природе. Ему нравится рассказывать, какие стены, какие гобелены, какие... Это дорого, но это творчество. Ну вот у вас, обладателя халупы или хибары на Рижском взморе, не возникает каких-то таких нехороших ассоциаций? Вот молодой пацан, а такой замок. Одна ассоциация настораживающая есть. Как бы это ему не помешало развитию в жизни. Потому что это бездонная... Это черная дыра вселенной, которая засасывает деньги. И может наступить момент, когда надо будет работать только на... Я так думаю, дай бог, чтобы у него этого не было. Потому что я даже включался в обсуждении каких-то моментов, связанных с интерьерами. Мне интересно было. Но я боюсь, что когда человек делает то, что ему по быту не очень надо, ему тяжело жить становится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА